здравствуйте друзья помнится в самом конце девятого класса где-то много лет назад сам понимать нас куда-то на неделю в какие-то лагеря военные определили палатки какие-то там такие большие были на деревянной такой основе вот мы там что-то маршировали стреляли что-то еще делали общем такая забава была и как-то там политинформацию проводил прапорщик там был молодой мужик я сейчас понимаю конечно ему там может лет 27 было 28 такой сверхсрочник ну и он какой-то там про информацию а парень был простой такой немногословный и кто-то из ребят наших аннатит физмат школьники они такие изощренные но и кто-то ему там так вот гнусненько так вопросик там подбросил по ходу обсуждения типа а в чем отличается правый уклон от левого но тот дайте прапорщика было не взять вот так голыми руками прапорщик сказал в принципиальном плане ведь никакой разницы нет сказал он и то и другое есть отклонение от верного курса вот почему я вспомнил эту историю с прапорщиком сегодня потому что сегодня сегодня у нас была стрельба на почве так сказать идейные ненависти человек приехал из штата или ность взял значит ружье серьезное приехал туда поближе к белому дому пришел на площадку где готовились там республиканские игроки к матчу там у них стать в конгрессе они играют друг другом иногда вот там как бы республиканская команда тренировалась и шандарахнул из своего ружья так что пять человек ранил непонятно как бы выживут ли все но один из тех кого он ранил это очень видный республиканец он в иерархии республиканцев в палате представителей идет под третьим номером там у них есть так есть такое понятие рэнк да вот у него рэнк номер 3 и дальше начинают разбираться с ним и он там же и погиб то есть его полицейские застрелили 65 лет мужику там 65 66 такой весь белый такой весь американский но не никак понимаете не мусульманин там какой-нибудь экстремист не даже я не знаю ну вот не ничего такого вроде бы кроме того что он политически очень вовлечен был волонтером во время выборов был волонтером на стороне значит там у сандерса который вот сейчас ужасно переживает и говорит что вообще охреневает от этой ситуации насколько ему это неприятно и не солидно все естественно значит это объединяются вокруг и говорят что там нападение на одного из нас от нападения на всех на нас там демократы республиканцы к счастью я вот не вижу в прессе вот так чтобы кто-то начал катить бочку на конкретно демократов что они там такие вот уроды террористы или там на республиканцев что они все это все это из-за них там и так далее вот этого я не вижу и это очень радует потому что обычно в таких ситуациях всегда есть какие-то люди грязные которые норовят сшибить там три копейки каких-нибудь политических очков там у определенной аудитории вот сейчас этого не видать и я очень надеюсь что какой-то отрезвляющий момент наступит когда люди и стоя с другой стороны вот эти вот экстремалы которых хватает и стоя с другой стороны когда до них дойдет что нельзя экстремизм не поощрять не не делать вид что его нет нельзя нельзя провоцировать людей вот на такое давайте я может разверну да был такой анекдот знаете 67 году когда вот значит там была война на ближнем востоке приводит милицию в отделении милиции приводит мужиках вот гид там в метро там напал побил гражданин рабиновича рабинович тут же начнем ему говорят вы чё напали то что побили тот говорит так вы же поймите он гай с вечера смотрю телевизор гад израиль там границу перешел с утра перед работой значит смотрю телевизор говорят израиль там значит уже к дамаску подходит израильские войска захожу в метро гад они уже тут и вот я к чему говорю что вот этот рабинович несчастный который был побит человеком с некоторым сдвигом в голове он как бы играет роль вот этих вот республиканцев которых постреляли понимаете вот есть человек на голову больной потому что на голову здоровый человек не может пойти кого-то из ружья застрелять это это просто я не знаю кем надо быть чем он же спланировал эти он не просто так а он спланировал он ехал через всю страну давайте я камеру поверну солнышко ехал через всю страну знал куда ехал пришел вот к этому самому месту пострелял там пять человек сам погиб сейчас находится в соцсетях там у него значит там массу всякой ненависти по отношению к трампу там еще чего-то и но 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 не важно в данном случае вспоминаю прапорщика значит мы скажем что это без разницы на какую голову он больной этот человек на левую или на правую давайте левый у него уклон или правый в экстремизм это все кончается одним и тем же это кончается вообще не понявшим в чем дело рабиновичем которого побил какой-то идиот а в данном случае так еще и стрельнул всегда когда доходит до экстрима доходит до бомбежки доходит до арт обстрела доходит до там каких-то там не знаю захватов военных и так далее последние кто при этом пострадают это те кто все это затеял или там из-за кого это все а пострадают обычно просто люди которые там вот случайно оказались прочли мимо вот кто на работу ехал кто спал кто там чего вдруг бах тут бомба упала там мина взорвалась значит тут промеж глаз получил когда в подъезд зашел и так далее поэтому что сказать то я я очень надеюсь что все таки такой такой случай где уже на защищенное в общем-то место напали на видных людей и и так далее но я при этом хочу сказать что пишет что в среде депутатов палаты представителей есть восемь человек в которых когда-нибудь стреляли на то есть не то что какой-то абсолютно такой уникальный случай что я уже не знаю там даже чего да и вот уже вот таких их там 8 таких понимаете поэтому что тут сказать периодически вот такое бывает я думаю что обе стороны обе стороны я не хочу сказать кто в большей степени виновата кто в меньшей степени виноваты такая совершенно не мое дело там определять но я хочу сказать что вот последний год вот это избирательная кампания и то что продолжается до сих пор то началось год там полтора назад до сих пор идет и вот эта поляризация продолжается и в общем то может им как-то угомониться даже я не знаю что то такое совсем совсем уж плохо да ну что же мы теперь будем то вопрос там здравоохранения или там чё там у нас еще налоговые реформы будем решать путем физического устранения там депутатов там народных избранников пути господи так чувствуется что направление солнца опять поменялось ладно значит переключаемся на меня ну правда я сам повернул сам виноват друзья сам виноват повернул направо вот пожалуйста правую клон да в общем такое вот дело переживаний много то есть как бы есть масса народа которые всегда как бы давно говорили ребят так нельзя но это же добром не кончится мы и это ну хорошо этот вот конгрессмен а сколько уже народу то угрохали такого незаметного народу вот там один сумасшедший там троих порезал в электричке в портленде там еще какой-то сумасшедший там багаю двух индусов застрелил сомневаюсь в том легально они тут находятся или нет то есть ну мы уже даже не говорим о том чего вот там боялись так сильно вот там да страхи были там исламский терроризм чего там исламский у нас свой у нас свои тут все ходят со шмайсерами в общем такая вот интересная штука ладно будем наблюдать за развитие событий я просто так как бы реагирую на на сам факт как бы а что там дальше будет за обсуждением и посмотрим на общем пока вот так счастливо